В одном из челябинских торговых комплексов украли 607 карт под подозрением 29-летний житель Екатеринбурга. По данным полиции, злоумышленник воспользовался тем, что у стойки нет сотрудника и запрал оттуда пакет, в котором лежало симок на 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. А вот родители малышей в детском саду уверяют, что их обманул фотограф. Как это вышло и сколько денег они потеряли, расскажет наш корреспондент. Челябинцы пожаловались на предпринимательницу, которая уже несколько месяцев не отдает им выпускные альбомы. При этом дама взяла с людей 64 тысячи рублей. Правоохранители же отказали в возбуждении уголовного дела. Договор родители заключили с фотоагентством еще в прошлом ноябре. Рассказывают, портфолио было хорошим, а предпринимательница не вызывала никаких сомнений. Настораживала только то, что женщина торопилась предоплатой. Мол, после Нового года цены на альбомы повысятся. В итоге родители прислушались и оплатили полсуммы. На тот момент стоимость альбомов была 1700 за обычный альбом и около 3000 за живой. При согласовании было обговорено, что фотограф придет три раза, чтобы застать всех детей до весны. Фотограф действительно приходила, но весной после последней съемки нам прислали страницы альбомов для согласования. Фото были непрофессиональными и, мягко говоря, мы были не очень ими довольны, так как такие фото даже в лучших ракурсах присылают ежедневно нам, воспитатели детского сада. Но потом женщина и вовсе перестала отвечать на звонки. В итоге люди пошли к участковому и написали заявление, но в возбуждении уголовного дела им отказали, ведь эти отношения считаются гражданско-правовыми, а значит все споры такого рода решаются в суде. Предпринимательница пояснила, что челябинцы сами потянули время и попали в разгар сезона. А так как альбомы изготавливаются не в Челябинской области, то вовремя сделать и доставить заказ она не успела и пообещала сделать это в июле. Только вот альбом выпускники детсада не получили до сих пор. Родители жалуются, что исполнительница до сих пор ссылается на какие-то проблемы, при этом деньги возвращать не хочет. Челябинцы утверждают, что они не единственные потерпевшие от действия недобросовестного агентства. Житель Троицка решил разнообразить свою жизнь и заказать интимные услуги. Мужчина нашел девушку на сайте знакомств и связался с ней по указанному номеру телефона. Она сразу же попросила его перевести деньги на ее банковский счет, чтобы оплатить такси. А еще говорила о предоплате. Южноуральц перевел деньги, но затем все пошло не по плану. Неизвестный человек позвонил ему и сообщил, что для получения услуги нужно еще больше денег. На этот раз на страховку. Потом деньги потребовали снова. В этот момент мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию.